Всем привет! Меня зовут Данил. Ребята, вы знали, что физика нас окружает всюду и везде. Если предмет упадает на землю, то действует закон притяжения. Я предлагаю вам узнать о физике немного больше вместе с кружком занимательной физики. В детском подростковом центре уже четвертый год работает кружок занимательной физики, которая ведется на базах школ города Якутска. Сегодня проходит урок для учеников второго класса в школу номер 24. Казалось бы, как такие маленькие ребята могут разбираться в такой сложной науке, как физика? Ведь ее, как предмет, начинают изучать только с седьмого класса. А все дело в том, что здесь уроки больше напоминают веселую игру, где много интересных экспериментов и опытов. Физика — это такая наука, которая нас окружает каждый день. Ежедневно мы сталкиваемся с законами физики. И познание этих законов помогает ребятам в решении многих задач. Например, здесь ребята узнают, как появляется радуга, как идет дождь, снег, как это все работает у нас в природе. И это все мы связываем с законами физики. Мы сегодня делаем эксперимент на равновесие. Ребята сейчас делают балерины, которые будут балансировать на кончике пальца. А сейчас мы посмотрим, что получилось у ребят. Расскажи, что ты сегодня подделала. Я сделала красивую балерину, вырезала и разрисовала ее. Я нацепила груз, и она держит равновесие. Было очень интересно и очень легко. Меня удивило, что эти две скрепки могут держать балерину на пальце. Что тебе нравится в кружке занимательной физики? То, что тут всегда очень интересно, что-то делать. Что-то выделывать из обычного, например, лего. Из бумаги мне тебе не понравилось. И что делать? Очень легко. Вот такой балерина. Вот так вот из обычной бумаги, проволоки и скрепок можно сделать удивительную вещь, которая доказывает закон равновесия. Кроме таких подделок, ребята тут занимаются еще и наукой. Вика Копырина и Валентин Антонов являются выпускниками этого кружка, но тем не менее продолжают познавать физику, занимаясь научной деятельностью. И пришли в гости к ребятам, которые только начинают познавать эту науку. Расскажи о своей научной работе и расскажи, как она работает. Моя работа называется «Солнечная станция в комнате». Она состоит из самой солнечной батареи, в которой есть 14 фотоэлементов, и к ней подключено два диода. Это мультиметр, он показывает мощность, джоуль. И сейчас мы видим о том, что он полностью заряжен. Расскажи, 100 джоулей – это много? Ну, 100 джоулей может хватить на зарядку сотового телефона. Валентин, расскажи ты о своей работе. Я собрал свою мельницу из лего-набора. Когда ветер дует, лопасти крутятся, и энергия поступает в мультиметр. А теперь расскажите, где вы с ними выступали? Мы выступали во всероссийском конкурсе «Созидание творчества» и заняли первое место. Также мы участвовали в республиканском конкурсе «Шаги в науку». Скажите, у вас есть какие-нибудь планы на будущее, будущие проекты? Ну, я хочу, чтобы потом с помощью моей солнечной батареи я могла заряжать разные гаджеты, телефоны, или, может быть, даже могла снабжать город с помощью этой электростанции. Интересно. А у тебя, Валентин? Я сейчас работаю над новым проектом «Теплая будка для питомцев». А сейчас, дорогие зрители, мы с Викой и Валентином устроим эксперимент на плотность рыдкостей. Сначала наливаем мыло. Потом наливаем воду окрашенную. И под конец масло. Вау! Ребята, смотрите, что произошло. Масло всплыло на поверхности, вода находится под ним, а мыло на самом дне. Интересно, как это произошло? Ну-ка, Вика, объясни. Это все потому, что мыло имеет самую большую плотность, поэтому масло и вода остались сверху. Спасибо большое, Вика и Валентин. Вот так. Физика может быть не только сложной, но интересной и занимательной. Загружайся в мир науки вместе с Фотинг Клаб. Пока!